Буданов, а вас я попрошу остаться еще на одну минуту. Задержав тогда Буданова, Киселев, за которым укоренилась слава отца всех провокаторов Кремля, пытался, как всегда, загрести весь жар чужими руками. Зная, что Буданов не станет ничего выдумывать лишнего, Киселев выложил на стол запланированный им план голой вечеринки. Пожалуйста, я даю вам полную возможность быть честным. Берите эти материалы и сделайте свое заключение. Завалить весь московский бомонд была мечта Кисы уже давно. «Неужели он думает, что переиграет меня?» – спросил себя Буданов. Эта халуйская улыбочка и злорадный смех вызывали у Буданова отвращение, но дать в морду лучшему корешу фюрера означало бы провалить всю дальнейшую операцию. Ровно за день до вечеринки Буданов как бы невзначай поделился этим планом с Медведевым, а тот, в свою очередь, слил всю информацию Соловьеву. И вот уже утром, после вечеринки, оба они, Медведев и Соловьев, уже смотрели все это дерьмо в кабинете Соловья. А теперь пусть сами и разгребают между собой, кто и за что им заплатит. «Лично мне выгодны все варианты. Лишь бы они все друг друга перекусали», – сделал вывод Буданов. Только лишь по просьбе Пугачевой Буданов сделал исключение Киркорову, предупредив его заранее и выставив свой сигнал в окне квартиры Насти Ивлеевой. Лишь спустя пару дней Киркоров, по случайности зашедший в зоомагазин напротив квартиры Ивлеевой, вдруг вспомнил про совет Буданова. С ужасом посмотрев вверх, Филя увидел тот самый знак провала, который выставил для него в квартире Насти Буданов. «Да, это та самая роза, которую он так и не заметил. Я должен был зайти сначала в двери этого магазина», – думал Киркоров. «А уж потом, убедившись, что все в порядке, зайти в те двери, где бушевала во всю эта проклятая вечеринка». Вдруг Филипп представил, что могло случиться с ним, если бы он съел то, что дал тогда ему Басков. «Ведь именно он мне тогда сказал, что я ошибся дверью». «Вот сука народная», – подумал про себя Филипп, – «я же нихрена не вижу после амфетаминок». «Лежал бы я сейчас на этой бурковке, как последний лох, на радость Коле Баскову и этому старому хрычу Пескову». «Нет, лучше расплатиться, как всегда, совестью, а не собственной жизнью», – резюмировал Филипп. Уже сидя в такси, Киркоров понял, что больше всего его дразнил Песков, предложив ему в своем замагазине купить Соловья. «Сволочь старая, мало мне этого взбесившегося идиота Соловьева со своим пометом так еще и в дом тащить это дерьмо». И только теперь Филя догадался, что ему нужно заплатить Соловьеву, чтобы тот его публично отмазал. «Нет, с этими пора завязывать, так и дверей не напасешься». Продолжение следует... Продолжение следует...